Название темы сегодняшней – «Божественная идентичность». Мы уже говорили о разных идентичностях. Сегодня поговорим о божественной идентичности. Я уже касался этого. Мы родились от Бога, и если мы рождаемся от Бога, то мы кто? Мы похожи на Него. У нас есть божественное семя, идентичность божественная. Начнем с местопишения. Грибинам 3, 21-24 стих. «Но сейчас, независимо от закона, Бог открывает людям ту праведность, о которой свидетельствуют закон и пророки. Праведность от Бога дается через веру всем, кто верит в Иисуса Христа, потому что нет различия. Ведь все согрешили, и все лишились Божьей славы». Божьей славы. И все получают оправдание даром по благодати через искупление, совершенное Иисусом Христом. Мы видим, что все согрешили, что мы оправданы. Это дар все, кто верит в Иисуса Христа. Все согрешили, и все лишились Божьей славы. Это то, что Бог возвращает через это оправдание. Через то, что мы верим в Иисуса Христа. Да, Он нас оправдывает. Он нас спасает. Но сказано, что мы лишились Божьей славы. Но возвращается и это. Мы как Божьи дети, у нас есть эта Божья слава. И в этот пакет, когда мы становимся детьми Бога, принимаем Иисуса Христа, я об этом уже говорил, что от Бога рождаются кто? Кто? Если от человека рождается человек, от собачки собачка, от кошки котик, по-другому не бывает. Если что рождается от Бога, это Божественная слава, Божественная идентичность. Бог смотрит на нашу святость не через то, насколько мы хорошие, но что мы Божественные, что мы Его ДНК. Все, что от нас рождается, это с нашим ДНК. В них наша кровь есть. Кристина лучше могла бы рассказать, как это, когда рождается ребенок, у него та же группа крови, ДНК все от родителей. не бывает по-другому. Если нормальная семья, ДНК, группа крови от родителей, если мы родились свыше, родились от Бога, у нас та же группа крови, тот же ДНК, что у Бога, когда ты рождаешься свыше, меняется ДНК, наша духовная личность, и люди говорят, я вдруг почувствовала себя по-другому, все время чувствовала себя вот так или так, а вдруг не хочется уже грешить, ну, чуть-чуть только. Ну, не сильно. Вдруг я чувствую такую любовь ко всем. Это ДНК Бога. Бог всех любит. Не было же такое, что ты родился свыше и всех начал ненавидеть от всей души, со всей силой. До этого ты злился, сердился на всех. Я не говорю, что сейчас ты не будешь сердиться, но когда ты рождаешься свыше, и в тебе меняется эта ДНК, это группа крови, вся эта сущность твоя, что входит в тебя, божественная. Божественная натура в тебя приходит. Иногда я не могу подыскать слов так быстро. Вас просто не слышно, и кажется, что все равно я это говорю, это слово сам придумал. У вас нет микрофона, у меня есть. Так, в смирении. Мы вместе проповедуем. Я чувствую, не чувствую, что так плохо было бы. Все равно вся слава мне. Божественная натура, она входит в нас. И поэтому не надо удивляться, что почему я стал лучше, почему меня не тянет к греху, не нравится уже грех. Многие скажут, что нет такого, что совсем не тянет. Тянет, тянет, меня тоже до сих пор тянет. И те, кто говорят, что не тянет, может быть, врут, но может быть, они просто фарисеи. Фарисеями стали. Фарисеев, возможно, не тянуло, их тянуло к другому. Их тянуло к тому, что они считали не грехом. И к популярности, к славе, к деньгам, к высокомерию. Их тянуло. Это хуже, чем впасть в какую-то зависимость. А наше христианство фокусируется на «стараюсь я не грешить». И все вот стараются, что все уже ушло, а вот один грехокомар, он там летает, летает, тебя искушает, искушает. Это такая мелочь, если сравнить с какими-то вещами сердца. Как я уже говорил, в псалмах написано, что такое самый великий грех. Это высокомерие, гордыня. Давид говорит, «Бог, обереги меня от этого, если у меня не будет гордости и высокомерия, я буду свободным человеком». Вот, оказывается, на что надо фокусироваться. Это божественная ДНК. Бог, он вообще не гордый. Иногда кажется, ну, может быть, все-таки Бог, он высокомерный или гордый. Бог был настолько смиренным, он доказал это не только словами, но и делами, когда он умер на кресте, самым унизительным способом возможным. Поэтому это не сущность Бога, быть гордым, его натура, быть смиренным. Он не думал о себе, он думал о нас в тот момент. Мы получаем этот ДНК, и мы становимся похожими на него. Мы наполняемся этой божественной идентичностью. Бог работает над какими-то вещами, что надо менять, но, в принципе, мы принимаем эту божественную идентичность. Есть эти такие фантомные моменты, когда у людей, например, у них нет ноги, а им кажется, что нога чешется или болит, но ее нет. Это такой фантомный момент. Ты как будто божественная идентичность, но у тебя фантомный какой-то момент, что-то не то сделать, там, нагрешить. Просто по привычке. Такое состояние, когда у тебя как будто уже нет этого, но еще тянет как будто по привычке. Это по-другому. Наша сущность, она божественная, надо понять это. Надо понять, что это фантомный такой момент, это нереальность. Наша сущность, мы божественные, святые дети Бога. Причина, почему Иисус умер, это не чтобы нас сделать добрее или лучше. Главная причина была сделать нас божественными, чтобы мы были от Бога и в Его семье. Главный момент Иисуса, можно сказать, было освободить нас от греха, но зачем? Чтобы мы попали в Его семью, чтобы мы родились свыше, с Божьим ДНК. Когда мы рождаемся свыше, с Его ДНК, главный момент, мы становимся частью Божьей семьи, детьми отца. Рождение свыше – это я родился и стал ребенком. Бог очень желал. У Него было все. Деньги, власть, все у Него было. Ангелы, влияние, все у Него было. Как в сказке. Богу не нужны деньги. Он хотел семью. Он хотел, чтобы у Него были дети. Но у Него таких не было. У Него были ангелы. Может быть, похожее что-то, но все-таки не то. Нет. Поэтому Он сотворил Адама и Еву. И дошло даже до того, что Он поставил это дерево посреди сада. Хотя Он и знал, что они попробуют этот плод. И будет этот процесс в течение всей жизни. Мы познаем добро и зло, так же, как Бог знает добро и зло. Чтобы мы были полноценными детьми, похожими на Него, мы должны знать, познать добро и зло. Адам и Ева не познят. Вы не не познят. Вы не не познят. кто-то может не согласиться, но иногда кажется, что это Земля как инкубатор, где мы образуемся в его подобии. и просто разница в том, выбираем мы добро или зло. Бог, зная и добро, и зло, выбирает добро. Это его божественная натура. мы рождаемся свыше, и мы хотим добра, мы выбираем добро. У нас тяга к любви, к хорошему, к доброте. Мы все согрешили, все лишены Божьей славы. Бог хочет, чтобы у нас была божественная идентичность. Кто-то скажет, что вы возомнили о себе, кто вы такие, какие-то божественные, какие-то существа божественные. Но тут так написано, что рождаются от Бога только божественные личности. через Иисуса Христа Он нас оправдывает, чтобы каждый, кто принимает Его жертву, можем наполниться Его славой, божественностью, не через дела, а через благодать. Мы знаем, что авторитеты влияют на нашу идентичность. Они много влияли на нас, на наше сердце. у каждого были авторитеты, начиная с родителей, потом школы, учителя, пастора, духовные руководители. Если авторитет говорит что-то негативное, например, это очень больно, это очень большая рана для сердца человека. поэтому важно выбирать авторитеты, которым ты позволяешь говорить в свою жизнь. По земле ходят разбитые, побитые люди, не те, кто проходили мимо, не люди, люди вокруг тебя, тебе все равно, но если твой пастор, твой какой-то лидер, твоя духовная авторитет, люди полного Евангелия, он говорит тебе какие-то фразы такие религиозные, что-то, что пугает тебя, загоняет в стресс, это духовная травма, это насилие духовная. Это травмирует нашу душу, это глубоко заходит, надо разбираться с этим в течение жизни. Дай Бог, чтобы мы увидели, что эта травма есть, а то люди живут под давлением, под этой травмой, под отверженностью, под тем, что Бог их отвергнул, и они идут в ад. Это все глупости, если ты сказал какой-то духовный авторитет, сказал, под каким-то действием религиозного духа, это манипуляция людьми. Для нас важно, что говорят люди, если этот человек не авторитет для нас, он особо нас не ранит, но но если авторитет говорит что-то в нашу жизнь, чье мнение для нас важно, это очень может быть болезненно. Во-первых, это в детстве отец и мать, что они говорили о нас. у большинства людей в детстве они не получали этих слов, было больше таких слов, которые унижают, ранят. в детстве мы каждой получали какие-то душевные травмы. Если авторитет сказал, что плохое насчет нас, мы чувствуем себя плохо, и это оставляет след на всю жизнь. мы как верующие люди должны понимать, что наша жизнь уже сейчас самая великая великая авторитет для нашей жизни это Бог, надо менять свое мышление. Авторитет может быть и отец, мать, родители, учители, пастора, но это все люди. Название нашей Церкви Центра Свободы, но самый великий авторитет это все-таки Бог. Они епископ, не пророк, они все люди, они ошибаются, даже когда желают добра. Иногда осознанно людей травмируют, просто чтобы их унизить, поработить. поэтому нужно понять, что мой авторитет это Бог. И самое главное, что Он думает обо мне, если я знаю, что Он думает обо мне. Не хочу говорить, что мне наплевать, но мне все равно, что думают обо люди. Мне важно, что Бог обо мне думает. Вот вид был такой, ему было важно, что о нем думает Бог. Поэтому он был настолько успешным человеком по жизни. Не что человек подумает, что говорят. Люди со влиянием, с авторитетом. Бог мой настоящий отец, он под ангап покрови он мой отец. И если мой отец Бог говорит, я тебя люблю, я тебя никогда не оставлю, моя милость и благодать к тебе неизмируема, я умер, чтобы ты жил. я понимаю, что я любим, я принят и не может войти никакая отверженность в меня. Я должен противостоять этому, чтобы не говорили люди. Я в последнее время у меня тоже есть такие атаки на меня насчет Божьей благости. Я думаю, каждый с этим сталкивается. Я много об этом говорю, проповедую, что Бог благой. Но в течение недели вы наверняка что видите, слышите, смотрите, с кем-то разговариваете. И возможно, вы чувствуете, что только что пришла какая-то информация, которая ты усомнился и усомнился в Божьей благости. У меня тоже была такая атака тоже от авторитетных людей, которые в моих глазах, они как будто снизили эту благость Бога. и у меня был вопрос, Бог, и в правду ли ты такой, и если ты вот такой, я все равно буду верить в тебя, я не хочу в ад. Нет вариантов. Но Бог, какова реальность, какова правда, я иду к Богу, к Отцу, к Автору, к Главному, который все сотворил. И я говорю, Бог, открой мне эти вещи, я хочу понять, как все по-настоящему. Только что все было в порядке, и я жил в покое, что Бог благой, и вдруг какая-то голова говорит мне о чем-то другом. И, например, у этой головы есть авторитет, у этого человека. Я чувствую, что эти слова, они входят в меня. И начинается какое-то волнение, беспокойство. И я понимаю, что как-то это понимание Божьей благости во мне уже не настолько стабильно. И я сразу обращаюсь к Богу, что я хочу знать истину. Если ты не такой благой, как я думаю, но все в порядке, я приму, но нет же по-любому никаких вариантов. Бог все равно Он царствует. говорит, меня повел, Бог говорит каждому по-другому, а Он ко мне говорит, Он меня вводит в моих мыслях, Он ведет в моих мыслях. И я говорю, Бог, вот на этот вопрос только ты мне можешь ответить. Человек никакой не может ответить. Я чувствую, что человек мне не даст ответ на этот вопрос. И я спрашиваю Богу, как все есть по-настоящему. Пожалуйста, мне это нужно, скажи. Я проповедую то, во что я верю. Я не проповедую потому, что я должен что-то проповедовать. Я проповедую о том, во что я верю. Я верю за Латвию, за вас, за себя, за все человечество, что людям нужен благой Бог, и Он таким и является. И во-первых, я должен устоять в этой битве, когда религиозные духи, они приходят и сеют это сомнение в меня о Божьей благости. Я должен выиграть эту битву, чтобы потом, когда я буду об этом говорить, это были бы не просто слова, а моя вера. Я это проецирую, я верю в это. Если я сомневаюсь, я всегда проверяю, что и как Бог показал, Бог говорил ко мне, Он меня успокоил. Ну, посмотри, ну, вот, на эту вещь, на эту вещь. Я не буду в мелочах рассказывать, в деталях. Просто мне сказал одну фразу такую в конце. Ну, подумай. Если я не благой, просто логично подумай. если я не являюсь благим, тогда во всей вселенной нет ничего хорошего и благого. Если я не такой, ну, дьявол сам по себе, он плохой. если я не являюсь благим, то что вообще тогда, что такое рай, тогда вообще нет ничего хорошего. Людям не на что надеяться, вообще никогда не на что. Это уже последние слова, что мне сказал. До этого там уже целая история была, но чтобы мне указал. Это была очередная битва, которую я выиграл, разговаривал с Богом и увидел, что он благой, что он такой, каким я его считаю. Вот ты думаешь, что я благой? он говорит, знаешь, я еще лучше, я еще добрее. И у меня такое удивление, как я думаю, и так хорошая, ты еще лучше? Все говорят, что ты плохой. Он говорит, нет, ты думаешь, что я хороший, что ты преувеличиваешь, но я еще лучше. Я сидела и думала, ничего себе. Поэтому религии не нравится эта весть о Божьей благости. Они теряют контроль, власть, влияние на людей. И люди выходят на свободу, ими нельзя уже манипулировать. И религиозный дух не хочет, чтобы люди были свободны, чтобы они были в рабстве. Дух хочет. Самый великий авторитет это Бог для нас. Он надо у Бога спрашивать о тех вещах, которые мы не понимаем. Поэтому надо себе напоминать, что Бог думает о нас, как написано Его хорошие благословенные мысли о нас. Они злые, и неплохие мысли о нас. Это Божье Слово. Бог наш авторитет. Как Он нас видит? Отверженность это все приносит плохое в нашу жизнь. Но если мы Божьи дети, все плохое сказано в нашу жизнь, это стирать, потому что это неправда, это ложь. Это не может явиться нашей идентичностью, потому что мы принадлежим Христу. Мы цены для Бога, мы особенные, мы неповторимы. Все уходит, когда мы понимаем, что Бог думает о нас. Мы божественные. девички. Нет ничего плохого в божественном Бог, Он хороший, и в нас есть эта благость. У нас есть какие-то фантомные еще моменты. Иногда мы хотим вернуть эту старую плоть. нам не нужна старая плоть. Мы живем в Духе. Мы не можем быть неполноценными, потому что мы Божьи дети. Мы Его через Иисуса мы становимся такими же мы совершенны через Него. Бог лучше, чем мы думаем. Он видит нас лучше, чем мы можем вообще себе представить. Он видит нас абсолютно красивыми, святыми, совершенными. Что делает ощущение неполноценности, неполноценности? что делает религиозные духи? Если ты божественная, у тебя есть ценность. Любое дитя Бога, у него есть ценности. Он невлиятельный, он сын, дочь, принц, принцесса. неполноценности, там нет места. Но если мы смотрим как на работников, на рабов, на слуг, мы должны сражаться, доказывать что-то. Мы не можем расслабиться и радоваться о других людях. Потому что мы постоянно должны доказывать что-то другим людям. Это огромный стресс. и вот это старание доказать что-то. Это менталитет слуги и раба. Не хочу никого обвинять, но мы все под этим. Вот ты понимаешь, что ты Божье дитя, Бог тебя любит. Ты можешь просто расслабиться и радоваться другим людям. Бог тебя не забудет, он заботится и о тебе. Он даст тебе все то хорошее. Он даст тебе все, о чем ты попросишь. Что делает неполноценность? Приносит убыток. Это имеет влияние на нашу жизнь. вот у нас нет имени, нет голоса, что мы возможно только мешаем другим людям. Человек прячет свою боль, он не исцеляется, но игнорирует то, что происходит, потому что кажется, что никому же нет дела до него, но мы же знаем, что Бог заботится о каждом. Он очень заинтересован в жизнь каждого. Защитная такая реакция есть у нас есть эта неполноценность. Мы иногда думаем, почему человек злой, или почему он высмеивает. как-то плохо относится к другим людям. Основная проблема это в принципе неполноценность. Он должен кого-то придавить, чтобы почувствовать себя полноценным. А если ты чувствуешь себя полноценным в Боге, происходит обратная реакция, ты начинаешь помогать другим не угнетать их, не давить на них, а ты поднимаешься, ожидаешь людей. Это Бог делает то же самое. Он поднимает своих детей, он хочет, чтобы им было хорошо. Это неполноценность. Нам может быть иногда кажется, это не является ничем таким особенным. Ну да, у него какой-то синдром неполноценности, какой-то комплекс, как будто только, но это огромная проблема с которой надо разобраться, избавиться от этого. Я хороший, я добрый, я принят, Бог меня любит. Я знаю, что у нас в голове голос говорит, нет, ты что, ты гордый, такой, что ты там возомнила в себе, посмотри на себя, как ты себя ведешь, что ты смотрел, как ты грешил, что ты делал, какой ты там хороший, как тебя Бог может принять. От этого надо избавлять, надо верить, надо менять осознанно мышление. Поэтому люди с таким комплексом неполноценнее, они чувствуют себя плохо, и они делают больно и другим людям. Они не могут думать о других, потому что они все время думают о себе. Не хочу никого. Я хочу просто раскрыть это мышление, это дух, неполноценность, это корень многих вещей. Если человек высмеивает кого-то, он не уважает, это не показывает на то, что он чувствует себя кем-то особенным, он наоборот чувствует себя очень низким, что никто. Поэтому ему надо доказывать другим каждый день, что я кем-то являюсь. И всегда нужен новый момент, недостаточно. Я не обвиняю этих людей, потому что они являются жертвой. и возможно он даже не замечает, что есть эта неполноценность в его жизни, и что это портит его жизнь, приносит боль ему и людям. Это неосознанно обычно. Это становится культурой, такой натурой. Мы не принимаем Божью сущность свою, не принимаем Божью благость. это тоже такое религиозное действие, тоже неполноценность. Надо всех все время осуждать. На радио тоже люди все время звонят и говорят, что люди такие сякие, что Бог какой он хороший, он Господь, надо унижаться перед ним, целовать ему ноги, дорожать перед ним, а то вы не попадете в рай. Надо постоянно кого-то угнетать, чтобы почувствовать себя хорошо. Но если ты чувствуешь, что Бог твой отец, что он хороший, папа, ты его дитя, ничто не может повлиять на тебя. Вначале да, может быть повлиять, если ты не укрепился еще, но со временем меньше и меньше это будет влиять на тебя, а потом через время кажется, о чем вообще люди говорят? Вообще что-то не то, каким я знаю Бога. У меня тоже такое, я слушаю и думаю, ой, что такое? Можно помолиться за людей. Бог дай людям познать свою любовь. Неполноценность очень меня мешает достичь своего полного потенциала, быть счастливым, радоваться вместе с Богом. Такой режим выживания. Какая мечта, какие цели, об этом и речи нет. Бог это так не задумал, чтобы надо освободиться от такого мышления, что надо выживать. Для каждого в жизни есть план повыше того, чтобы выжить. Но чтобы до этого дойти, надо осознать, кто ты. Мы, дети царя, божественные личности с божественной ДНК приняты, любимы. Когда мы понимаем это, как будто простые такие вещи, но так трудно, чтобы это стало частью нас самих. Вот тогда мы можем жить с целью, с мечтой, мы можем верить, молиться за Латвию, за людей, помогать людям, потому что у нас нет этой мысли, что мы должны выживать. Если весь фокус на меня, опять, этот эгоцентризм, я должен выжить, мне нет времени думать о других. Но если я живу с мыслью, что я не должен выживать, Бог обо мне заботится. И если кто-то заботится обо мне, я хочу помогать другим, служить другим. меняя свое мышление с такого на библейское, если верить в то, что Библия говорит о человеке, сирота становится царем, он меняет будущее, историю, его царственное священство. Это реальность, надо возобновить правильное понимание об этом. Ты царь, не потому что ты что-то делаешь. Мы цари, потому что мы родились в царской семье. Иногда кажется, что мы важны, потому что мы чем-то занимаемся, что-то делаем. Мы важны, потому что мы Божьи дети. Анна, она важна цена, не потому что она что-то сделала, но она важна для меня, потому что она мой ребенок. Если она мой ребенок, она просто цена для меня дорога. Я сделаю все, чтобы ей было хорошо. Буду помогать, любить, делать самое лучшее, что я могу. Если я могу что-то помочь, насколько больше еще Бог. Это тоже такое откровение. Вчера на радио, на передаче говорили, если вы злые, но можете давать хорошие подарки своим детям, так Бог, который добрый, Он даст тем, кто любит его. Надо помнить, что не просто надо молиться религиозно, надо просить у Бога вещи, которые тебе нужны, интересны, необходимы. Ты просто как папу просишь, и Бог дает тебе эти вещи. Это все в одном предложении по этому, в одном местописании. важна такая культура молитвы. мы будем молиться, если мы будем верить, что Бог благо, и что Он наш Отец. И потом только появляется вера молиться, если нам кажется, что Бог незаинтересованный, интересный. Вера, что мы что-то получим, когда помолимся, мы даже не будем молиться. Мы мало молимся. Я напоминаю, есть разговор с Богом, и когда ты реально просишь о помощи Бога. Ситуация в симметре, прорыв какой-то, какие-то моменты, за которые ты молишься. Мы можем молиться, просить этого Бога. Бог говорит, если вы будете просить об этом и верить, горы сдвинутся. Он нас ободряет, молиться, в Новом Совете сплошь таких местописаний. Ему не надоедает, что ты просишь его о чем-то. Он чувствует себя Богом, когда его просят о чем-то. Поэтому молитва это важная такая вещь. Я всегда ободряю. Это культура культура молитвы молиться за все. Вот когда ситуация молится, а вдруг не произойдет, у меня вопрос, а вдруг произойдет, не бояться. А вдруг не случится, не получится. Думаю, наоборот, а вдруг получится, все произойдет, все будет хорошо. Проси больше. Проси всегда добавляй чуть-чуть к своей молитве. Это вера. Ты таким образом выращиваешь свою молитвенную жизнь, развиваешь. Будем уже потихоньку заканчивать. Хочу поговорить об исходе Израиля из Египта. Они были рабами 400 лет уже в поколениях. Если ты уже давно раб, уже в поколениях ты родился как раб, у тебя родители и прародители уже были рабами. Ты даже не можешь себе представить, что такое свобода. Ты даже не мечтаешь об этом. Ты даже не чувствовал, что такое свобода. Твои родители этого не чувствовали. И эти люди даже не осознают то, что они рабы. Если ты раб уже в поколениях, это как норма для тебя. Нормальная жизнь будто раб, это как титул какой-то, как поэтому был нужен Моисей. Он вырос в дворце, он не был рабом, он был принцем, и он не понимал, что такое рабство. он выходит и видит, что его народ в рабстве. Он думает, что вы делаете, я хочу вам помочь, хочу вас освободить. Человек, который знает, что такое свобода, он лучше умрет, чем станет рабом. Есть такой момент, когда человек лучше умрет, чем станет рабом. Поэтому был нужен Моисей, у него было это мышление, понимание, что такое вообще свобода. Остальной народ, они вообще не осознавали, что есть такая свобода, что это. Они не знают такого слова ощущения свободы. А Моисей, он вырос на свободе, он в свободе вырос, жил. поэтому он не держался и убил египтянина. Он хотел освободить. Мы тоже иногда хочем помогать, и Бог откладывает вещи на какое-то время. Моисей успокоился, он уже не хотел ничего, но он был избранным, чтобы освободить Израиль. В нем было мышление свободы в единственном. Во всем Израиле он был единственным. Он был евреем. Единственное было такое осознание свободы. И Богу был нужен Моисей, который мыслил по-другому, чем весь остальной народ. Раб он не сможет освободить других от рабства. Это мышление такое. Если Моисей не видел бы, что возможно свобода, он так же, как остальные евреи, он даже не придумал, что такое, что надо выйти из рабства. Он был избранным вывести народ на свободу, поэтому ему нужен был такой образ мышления свободного человека. Поработить можно того, кто позволяет тебя порабощать. Нельзя поработить того, кто этого не дает этому месту. В физическом мире тоже в Беларуси. Когда люди не хотят вернуться в рабство, они готовы умереть, но свободными, потому что ты сохраняешь свою свободу и умираешь, а не становишься рабом. Поэтому многие лучше умрут, но не будут рабами. Были разные такие сражения, там чернокожие, коммунизм, когда люди были готовы лучше умереть. Парадокс в том, что в тот момент мы начинаем жить в настоящем. До этого это просто рабство. Кто-то другой определяет, мы как слуги, как рабы, как роботы, которые просто исполняют планы других, живут не своей жизнью, а чужой. Моисей был принцем, он чувствовал себя важным, достойным. Он видел, что прощает его народ, ему это казалось нелогично, как можно так обходиться с людьми. Моисей смотрит на свой народ, как это возможно? Потому что он жил на свободе, он не понимает, что такое рабство. У Моисея была идентичность, капец перед вердиким человеком дайстром. У него было самоуважение. Мне кажется, что мы в Латвии жили в рабстве долгие годы, сами этого не осознавая. человек, когда живет в таком состоянии рабства, он теряет это понимание, просто идет, делает. Только свободный человек со стороны может сказать, что ты раб или слуга, ты не свободен. Он скажет, нет, со мной все в порядке. тоже сейчас была передача. Люди говорят, с нами все в порядке. Со стороны свободные люди скажут, не выглядит, что у вас все в порядке. Только свободный человек увидит, что ты раб. моя мечта, чтобы мы стали свободными, чтобы мы, как написано, Центр Свободны, Свободы, мы стали свободны от религии, от всего, как Моисей. Большинство латвийского общества, христианства, они не осознают, что живут в каком-то рабстве религиозном и считают, что это нормально, что все в порядке. Но нужны люди, такие Моисеи, кто знает, что такое свобода. Но только те, кто свободны, они смогут молиться. Во-первых, молитва связана со свободой, как рабы, если ты в этом, у тебя даже нет этой молитвы о свободе, у тебя просто молитва о выживании. только свободные люди могут молиться правильно. Я надеюсь, что мы здесь в молитвенном доме, мы здесь молимся, когда мы молимся за свободу, о такой свободе, которую мы понимаем, как это вложено Богом на той основе, на той основе, что есть горстка людей, которые понимают, что такое свобода, они могут дать эту свободу другим. Если нет свободных, если нет Моисея, если только рабы, даже не будет и крика к небу. Такая молитва о раба, свободный человек, он будет молиться по-другому, поэтому Богу нужен Моисей, который не живет в рабстве, который понимает, что такое рабство, и он не пойдет туда, он лучше умрет, чем станет рабом. Радикан, это такое мышление, что я не пойду в рабство. Я буду просить Божьей воли, ты желаешь, чтобы твой народ был свободным, твои дети были свободны, а не под влиянием духа религии. Поэтому Бог должен был вести Моисей так долго. Он понял, что он не раб, а потом следующий этап, ему надо было остыть, успокоиться, смириться. сначала он был такой борец за свободу, но он убил этого человека. Еще было не время, его сердце было не готово. Потом этот второй этап был, когда Бог приготовляет человека в мире покоя, в кротости, в смирении. Потом он сам пришел к Моисею, в горящий куст, Моисе думает, что там? Бог говорит, сними обувь, ты стоишь на святой земле, ты выведешь народ. Я слышала крик твоего народа. Они кричали, потому что им плохо было. Плохо им было просто. И народ кричал. Бог сам пришел к Моисею. Моисею, ты это сделаешь, и мы знаем дальше. Говорит, может быть, Арон, то он первым бежал и убивал египтянина, что вот давайте сейчас будет революция. У нас тоже такое есть, со мной так иногда бывает, что давайте революцию делать. Вот и как убить одного египтянина, потом надо бежать. Надо дождаться, когда Бог приходит к тебе и говорит, Каспарс или Янис, Илон или Валерий приходит и говорит, сейчас делайте, давайте, теперь, я говорю, теперь, идите к фараону и делайте то и то. И тогда у тебя будет авторитет и влияние освободить народ. Если мы центр свободы, такое прочее название, что Бог в свое время, я верю, так же, как Моисею, сам Бог даст этот авторитет, это будет не так, чтобы по-плоцки идти и убивать, что-то там воевать. Я чувствую, что сейчас Бог говорит молиться о свободе. этим пониманием никто не молится о свободе. Мало таких людей. Большинство людей живут в неосознанном рабстве, религии. И поэтому я думаю, что Бог на той основе, что есть где-то этот Моисея, этот Дух Моисея, церковь Моисея. Бог может что-то делать. Еще раз эту мысль хочу сказать, если только рабы есть. Некому молиться, потому что Бог говорит, я ищу хоть одного, на чьей основе я могу что-то делать, чтобы был один, с кем я могу сравнить все. У Бога нет как будто прав прийти самому, потому что они говорят, ну как, нам не надо, нам хорошо, нам солому дай. Бог хочет, я вам хочу дать свободу. Нет, нам солому хватит. Поэтому нужна горстка людей, которые знают, что такое свобода, которые вошли в это понимание Божьей благости, которые не вернутся в религиозное насилие, запугивание, мышление рабов. Они будут молиться молитвами свободы, за свободу, чтобы в Латвии была нормальная духовная среда. На этой основе могут прийти изменения во всей реальности. Богу нужно только несколько. Мы читаем Библию. Если было что хорошее, на той основе, Бог что-то делал на группе людей, Бог начал действовать, начинал действовать. Если не было человека, там все было плохо, нашел Давида и на его основе изменил все. Если не было человека, человеком весь народ просто был в рабстве. Последнее откровение меня самого это касается очень. увидеть эту важность, для чего мы здесь. Нас немного, нам и не надо быть много. Просто надо молиться. Просто сила молитвы. Молитва реально. Мы молимся молитвами свободы, освобождения, с пониманием свободы. Это редко такое можно найти. Это как дефицит, как в Красной книге. Запись в Красной книге. Я встречаюсь с людьми. Люди живут нормальные люди, но живут под мышлением религиозного рабства. Как уберечь наше христианство от дьявола? Бог говорит, я вас могу дать вам такое влияние. А вы стараетесь просто выжить. Вы просите только солому. Кирпичики нужны, чтобы построить еще один какой-то домик. Я могу взорвать всю страну пробуждением, а вы тут строите домики из кирпичиков. И просите, чтобы Бог благословил домик. это просто открывает другое мышление, другую реальность. Недавно я это понял, открылось для меня. Я не думал, что все так глубоко. Я думал, есть пару людей, кто глубоко в этом. Но я видела, что множество людей, хороших людей, но они не знают, что они под религией. Тебе кажется, хороший человек, с тобой все в порядке, но ты не знаешь, что ты раб. Можно не знать этого. Пару лет назад я не знала, что я раб. Я жил как раб и думал, что так это нормально, что христианин должен быть таким. Все время бояться чем-то там, что Бог будет опять делать, как он что делает. Надо помолиться, не помолишься, будет все плохо. Это раб. ему нужны дети, а не рабы. Она же не боится меня. Я скажу построже, если что-то не то. Но она не боится. Бог не пугает. я просто приглашаю людей молиться больше, молиться дома, везде в молитвенном доме. Просто в сердце держать мысль, что я хочу видеть Латвию свободную. Освободи Господь Латвию от религии. Чтобы что-то новое пришло, надо разрушить старое. Нельзя разрушить новое на старом. Как в Белоруссии. Просто там весь этот народ уничтожает. Смотрю по новостям, знаю людей, кто там живет. Страшилки рассказывают. Они как будто рассказывают такие страшилки, но в них есть позитив, что они говорят, что лучше умереть, что мы не отступим мы так близко, что отступить. Да, может быть, экономика там все разрушит. Дома, может быть, там машины подорвут, но все это мелочи, если ты можешь получить свободу страну не не разрушив старое, не уничтожив, не может прийти новое. Иисус уничтожил на старой основе, он добавил пару доктрин и вот продолжен. Это новый завет, жертва Иисуса Христа, одна жертва. И занавеса была разорвана, чтобы пришло новое. Надо разрушить старое, чтобы пришло новое. Это делает Бог. Сражается Бог. Это не по плоти, это духовно. Бог видит, что люди свободны. И на этой основе он может делать что-то, и он уже делает все эти передачи. Я молюсь, чтобы было больше таких передач, чтобы разоблачалось, вещи. Я это не чувствую, как нападение на христианство. Многие говорят, что это было нападение на христианство, а я чувствовал, что это как разоблачение религии. Моженство думает, что это нападение на христианство, потому что они в рабстве, они чувствуют себя как рабами. это было разоблачение духовного насилия. Я это видел как нападение, атаку на рабовладельцев. Это была атака на рабовладителей. Рабы, они даже не виноваты. Они хорошие люди. они просто следуют за своими этими лидерами и защищают их. Грустно насчет всего этого. Но они выйдут на свободу, я верю, я знаю. Поэтому надо любить этих людей, они когда выйдут из этого люди, которые делают видео, они думают, что они делают добро. Так же, как рабы, которые делают эти кирпичики и думают, что это все хорошо. там один рабовладитель. Я так откровенно говорю, но мне так далеко зашло, мне уже все равно. Пускай Бог делает, как Он хочет. не хочу как-то играть это, естественно, что-то просто все напрямик выходит из меня, просто не удивляйтесь этому. Конечно, есть такой страх, что тебя выгонят, как будто из-за вискового христианства, но кажется, ну, и что, я что, перед Богом хожу или перед людьми? Перед Богом. Если Бог хочет, Он сделает все, ну, что? Народ, он был за Иисуса, а религиозная сторона его ненавидела. Я слышу, я слышу, вот, люди говорят свидетельство, пишут, благодарят за ту вещь, которая звучит в церкви у нас. но религиозная часть общества, они делают темы, как будто антитемы нашим темам. Не надо так про любовь говорить много. Есть же не только любовь, и все-таки есть ад, надо быть осторожным. Есть люди, кому это не нравится. неравнодушны, когда ты неравнодушны, есть люди, кому ты нравишься, то, что делаешь, и люди, кому это очень не нравится, равнодушны, их становится все меньше и меньше. Это такой принцип Иисуса. С Иисусом было то же самое. Были люди, кто были с Ним и были агрессивны, не было равнодушных фарисеев, эти книжники, кто были против Него. Я тут вам излил свое сердце. Как женщины можно выплакаться, рассказать о своей боли, выговориться, поплакать. Даже не надо понять, просто не надо понять. Бог дай мне понимание. Самые большие атаки для меня это понимание Божьей благости. Бог, какой? Я приму, что Ты не настолько благ, если это правда. Я не зациклился, я просто ищу правды. Бог всегда отвечает, показывает местописание, складывает мысли в мой разум. И это убеждает мой рациональный разум. если Бог не благ, то нет ничего благого, и вообще нет смысла этой жизни. Какая разница между адом и небом, если Бог не благой? Это абсурд, Бог благой. Прошу команду прославление.